Для кого-то 1 апреля день розыгрышей, для кого-то день донора. На областной станции переливания крови сегодня сплошь молодежь. Ребята пришли с благородной целью – помочь больным людям. Нужно зарегистрироваться, прийти с паспортом. Больше ничего не требуется. Легкий завтрак – паспорт. Ты регистрируешься, проходишь необходимые анализы и затем сдаешь кровь. Сдавать кровь – это отличный шанс помочь кому-то. Для человека это не стоит практически ничего, это не сложно, это не больно. Но эта кровь может помочь другому человеку, который в ней нуждается. На станции новейшее оборудование для забора крови. Автоматических аппаратов для плазмофереза 5, механических еще 15. Разница в сдаче в основном во времени. На механическом оборудовании плазмоферез прерывистый. Кровь от 12 пациентов поступает в один прибор с нужным числом отсеков, где компоненты отделяются друг от друга. Донор после этого получает обратную эритроцитную массу. За один прием оба прибора забирают 600 мл крови. Вся процедура 40 минут. Очень мягкое центрифугирование. Идет вливание физраствора. Получается, значит, плазма вывешивается на весах. Есть компьютерные программы. Всех устраивает, как сотрудников. Очень современный этот метод. И для доноров он мягкий. После сдачи донорам обязательно измеряют давление. Если показатель понизился или вырос больше, чем на 10 отметок, добровольцев отпаивают чаем. Существует целая культура сдачи крови. Питаться нужно правильно. Нельзя курить и в течение нескольких дней употреблять алкогольные напитки. К нам иногда приходят молодые люди, чаще всего студенты, которые утром не покушали. Говорят, что они где-то вычитали, что не надо, нужно идти к нам на тачак. Ни в коем случае делать этого нельзя. Обязательно нужно легкий завтрак. Конечно, никакой жирной, такой молочной пищи. Легкий завтрак. Это и крупы, это овощи. Вот такую легкую пищу. Мы тоже говорим, что перед сдачей крови нужно обязательно отдохнуть, покушать. То есть помыться, чтобы он был в таком состоянии, так скажем, готовым для сдачи крови. Если донор употребляет много молочных продуктов, у него возможен хелиоз, повышенное содержание жиров в плазме крови. Такие доноры станции не нужны. Ежедневно сюда на сдачу крови приходит 80-100 человек. Большинство абсолютно здоровы. Вообще я являюсь учительом физической культуры, и основной моей задачей является пропаганда здорового образа жизни. И сдача крови – это одна из тех составляющих здорового образа жизни. И я желаю всем своим воспитанникам, чтобы при достижении 18-летнего возраста они стали донорами и также помогали людям, как делаю это я. Активисты молодежного движения «Новый рубеж» на станции «Переливание» регулярно. Для них донорство – предмет популяризации. Дни донора проходят ежемесячно. В ближайшее время мы собираемся проводить киноклуб по тем донорству. Пройдет просмотр кинофильма у нас в движении с дальнейшим обсуждением этого фильма. От донорства шутят врачи сплошные плюсы. Польза для здоровья, возможность быть в курсе состояния своего организма, бесплатный чай с печеньем, материальное вознаграждение за сдачу и вдобавок чувство собственной нужности. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.